Привет, студент! Надеюсь, твой сегодняшний день был так же хорош, как Торт День Рождения. А вишенкой на его верхушке станет сегодняшний выпуск новостей от команды Универ Ньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня! Студия весны с мэром Казани. Прошел 15-й выпуск ток-шоу о студ-весне. Медицина будет развиваться. Университетская клиника КФУ раскрыла свои планы. Университетская клиника Казанского федерального, буквально недавно начав свою работу, претендует на статус учреждения всероссийского значения. Как реализовать столь громкие планы в жизни, узнаешь в нашем следующем сюжете. Встреча ректора КФУ с генеральным директором немецкой компании Ice Engineering была посвящена теме, которую обсуждали неоднократно. А именно развитие университетской клиники до общероссийского значения. Безусловно, способствовать такому росту сможет эффективное сотрудничество с немецкими коллегами. К слову, гость университета уже успел познакомиться с клиникой Казанского федерального и поделился с присутствующими собственным видением развития лечебного учреждения. Мы решили обменяться опытом, поскольку наша компания при разработке проекта университетской клиники в Йене была вынуждена решать вопросы, аналогичные тем, которые сейчас стоят перед вашей университетской клиникой. И сейчас, повторяя опыт развития других клиник мира, необходимо найти совместные точки соприкосновения, чтобы реализовать сотрудничество. Этому могут способствовать широкие возможности университетской клиники. На заседании отметили, что для масштабного развития университетского медицинского центра ему необходима модернизация. Ректор, обозначив большой опыт работы приглашенной компании, подчеркнул, что университетская клиника КФУ должна полностью нести за собой высокое качество наравне с немецкими медицинскими учреждениями. Мы хотели рассмотреть создание зеркальных лабораторий и зеркальных операций. То есть один картон, зеркальные, я имею в виду подобные, точно так же хирург или врач, приезжающий с Германией, он должен иметь внутри то же оборудование и те же условия. На сегодняшний день все ведущие университеты мира, реализующие медицинское направление, имеют в своей структуре подобные клиники. А значит, совместная деятельность Казанского университета и компании Ice Engineering позволят добиться максимального эффекта в развитии медицины. Взаимодействие планируется расширить прежде всего в интересах республики. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Ежегодно в мае Санкт-Петербург превращается в юридическую столицу мира. За международным юридическим форумом ежегодно следят десятки тысяч человек из более чем 60 стран мира. КФУ также не остался в стороне от этого масштабного события. Подробнее узнаешь далее. В период с 18 по 21 мая 2016 года Санкт-Петербург вновь превращается в юридическую столицу мира. Петербургский международный юридический форум ежегодно собирает министров юстиции, председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, представителей органов государственной власти, юридических школ из более чем 80 стран. В рамках данного события в КФУ на базе юридического факультета состоялся круглый стол, где юристы КФУ в онлайн-режиме наблюдали за международным форумом. На юридический факультет и ассоциацию выпускников юрфака КФУ возложена миссия стать одной из площадок для представления юридического форума в городе Казани. Самые интересные новости Рунета в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Казань-Арена станет пристанищем для динозавров. В июне на территории стадиона заработает парк динозавров «Юркин парк Тревел». Всего на площадке будут располагаться 150 фигур динозавров, 105 из которых будут двигаться. Определилась дата проведения республиканского ифтара в Казани. Он состоится 22 июня и соберет более 10 тысяч человек. 22 мая Казань примет 16-й этап международного фестиваля активного образа жизни. Главным призом проекта для победителей из 27 городов России и стран СНГ станет двухнедельная поездка в футбольный лагерь в Сочи. Мениханов сделал селфи с Кадыровым на заседании в Кремле. Снимок в Инстаграме набрал уже более 3000 лайков. В Казани открывается фестиваль-марафон «Звучащий дом Софии-2016». Имя композитора Софии Губайдулиной наряду с именами Федора Шаляпина и Рудольфа Нуриева является одним из национальных символов Казани, Татарстана, России и достоянием всего мира. Батыру Сабантуя в Нижнекамске подарят 100-килограммового барана и автомобиль. Пробок праздника в этом году в городе будет посвящен истории Закамья. Поволжская академия спорта и туризма стала победителем 19-го Всероссийского фестиваля вузов физической культуры. Цель конкурса – укрепление научных, деловых и спортивных связей между учебными заведениями. 18 мая празднуется Международный день музеев. Мы поздравляем всех музейных работников с профессиональным праздником и хотим отметить уникальные музейные фонды Казанского университета. Чучело редких животных, скелет мамонта, уникальные костюмы из экспозиции этнографического музея, самоцветы со всех уголков мира, научные приборы, на которых были сделаны величайшие открытия. Все это можно своими глазами увидеть в многочисленных музеях КФУ. На Всероссийскую студенческую весну в Казань приехали не только тысячи студентов, но и строгая жюри – популярные журналисты, актеры и хореографы. С одним из них удалось пообщаться нашему корреспонденту Анастасии Ивановой. Интервью с известным актером, певцом и композитором Виталием Гагунским смотри в следующем сюжете. Уже, наверное, все слышали о масштабном событии студенчества этого года – о российской студенческой весне в Казани. Пять дней в столице Татарстана талантливые студенты со всей России представляют свои творческие способности, а оценивают их жюри – известные журналисты, актеры и хореографы. Нам удалось пообщаться с небезызвестным актером и певцом Виталием Гагунским. А первый вопрос был таким – вокал или актерство? Да это главное – душа, что было. Ребята есть и танцуют, и поют, и талантливые, и все совмещают, и актеры, и все нормально это смотреть. Скажем так, комплексный подход к творчеству. Каким я был студентом, тоже мы занимались с братом КВНом, тоже занимались творчеством. Мне, кстати, интересно спросить, а вот кто участвует, успевают еще учиться? Мы просто не успеваем. Успевают. Успевают, еще учатся, еще делают отрывки. Еще работают. Ну, в общем, что тут сравнивать? Сравнение явно не в мою пользу. Смотрели ваш инстаграм, вы гуляли по Бауму, но как вам Казань? Похож на Одессу? Да. Чем? Ну, всем. И люди добрые, и позитивные, и архитектура красивая, и погода, видите, какая хорошая. Ну и, наконец, совет от Виталия Гагунского, одного из главных актеров сериала «Универс» специально для зрителей «Универс смотри». Ребята, посмотрите «Универс». Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, «Универс Ньюс». Прошел юбилейный 15-й выпуск студии «Весны», и его гостем стал мэр Казани Ильссур Мэтшин. За что он полюбил студенческую весну? Смотри в следующем сюжете. В Универсу Мэтшин В Универсу Мэтшин В Универсу Мэтшин В Универсу Мэтшин встретился с участниками и организаторами российской студенческой весны. Он отметил роль волонтеров, участвующих в реализации таких масштабных и значимых для республики проектов. Ведь во многом именно волонтеры создают имидж региона. Особенно это важно сейчас, когда Казань принимает у себя более трех тысяч самых талантливых студентов России. На ток-шоу «Студия весны» Мэтшин подчеркнул, что Казань продолжает оставаться центром студенческой жизни страны. Да и в целом наши студенты широко и уверенно шагают по всему миру. Я очень люблю студенческую весну. Нам всем кажется, что нам все еще 18. Мы все принимали участие в родном Казанском федеральном университете. Ну и мы в студенческой весне принимали участие, потому что нам за это ставили зачеты и экзамены. А потом мы полюбили это дело уже со второго курса и стали такими знаменитыми. И защищали честь университета среди вузов нашей республики. А мы напоминаем, что 19 мая в 18.00 наш телеканал «Универсмотри» начнет вести прямую трансляцию с церемонией закрытия и галоконцерта фестиваля «Российская студенческая весна». Не упусти возможность насладиться выступлениями лучших студентов России и узнать, какой регион одержал победу. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс. Казанский университет вновь посетил именитый ученый и прочитал студентам лекцию. О чем именно, мы расскажем в следующем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черные дыры начали наблюдаться в 70-х годах прошлого века, когда был запущен европейский спутник Ухуру. С тех пор на эту тему было написано немало научных статей и других работ. Ведущий научный сотрудник OpenLab рентгеновской астрономии Сергей Фабрика занимается исследованиями аккреционных дисков. Это дискообразное состояние газа, которое оседает на черных дырах. Его лекция для студентов КФУ кому-то показалась сложной, особенно первокурсникам. Однако это основы астрофизики, очень важной для дальнейшего развития науки. После того, как появились первые космические трескопы, рентгеновские обсерватории, мы увидели все богатство рентгеновского неба. Оно выглядит совершенно не так, как звездочки, которые мы видим на темном небе. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Оставайся в курсе последних событий вместе с Универньюз. До скорых встреч!